Исса и Сына и Святого Духа. Священное Писание говорит, все творю все новое. Если человек впервые считает Библию, он даже не поймет и не согласится. Когда Господь сотворил этот мир и увидел Бог, что все хорошо и весьма хорошо. А если хорошо и весьма хорошо, то переделывать зачем? Перестройка не нужна. Но никто не знал, вот это хорошо к чему относилось. Теперь мы знаем, это относилось к человечеству, которое находилось в стадии детском. Маленькому ребенку это достаточно. И на это ушло 5508 лет, когда родился Христос от сотворения Адама. Мы немного посмотрим, что означает все. Из чего наша жизнь состоит? Рождение и смерть. А между этим все может быть. И пост, и милостыня, и молитва, и размышления, и друзья. Создание семьи. И оказывается, все абсолютно нужно рассматривать во свете Библии. В новой вариации. Евреи совершенно не понимали этого. И Христос, воскресший, явился и упрекал их за неверие. Воскресший упрекал за неверие. А что евреи знали? Они знали, ни с кем нельзя сообщаться, ни с кем нельзя молиться. Вот это больше ничего не знали. Вот сегодняшнее иудейство, это то, что под старым именем есть. Абсолютно одно и то же. Нигде не быть. Ни с кем не встречаться. Иначе. И они настолько в это уперлись. Когда Христос пришел и показал, что нет иудея и елина, но во Христе все едино. Они совершенно не принимали и говорили, что это не от Бога человек. И субботу нарушают. Вот посмотрим, когда Господь говорит не всем, а одному человеку. Встречаются женщины у колодца полдень. Объясняется тем, что зная свой греховный образ жизни, она не приходила со всеми. Потому что главное объявление всех, это у колодца. Собирались люди, беседовали, последние новости. Интернета не было. И она одна приходила. А с кем она сегодня живет? А кто у нее ночевал сегодня? Видимо, делала много тайны. Потому что удивилась, как ты знаешь обо мне все. Но у нее душа горела. А где поклоняться? Иудеи говорят там, а мы говорим здесь. Вот сегодня это абсолютно то же самое. Где правильно? У католиков, у православных, у баптистов. А Господь говорит, не там и не здесь. Ибо Бог ищет поклонников в духе истине. А она это усвоила откуда? От иудеев. Это самарянка. А кто такие самаряне? Когда иудеев переселили в Вавилон, в это время император повелевает это место заселить другими людьми. И откуда не возьмись львы? Выйти нельзя. Это лев. Он подкарауливает добычу. Выйдут на поле работать. Десять львов все разгонят. Убивают. Сообщили. Что делать? Нашелся человек, говорит, у каждой земли есть свой ангел. И свой закон. Люди пришли с чужой земли, не знают закон. Надо знать закон этой страны. Молиться их Богу. И тогда львы все уйдут куда-то. И что они сделали? Нашли священников в плену. Одного. На всю страну. И он стал учить их. И они держались того, что дома было у них. И то, чему научились здесь. Это самаряне. По-нашему сказать, соседи, полукровки. И это было неугодно иудеям. Они понимали, исполнять закон, значит полностью исполнять. И вот эта самарянка выдала нам такую главу, над которой сегодня надо еще ходить, смотреть и заглядывать. Ну, простое дело, рождение. Все непонятно о рождении. Законное рождение, выйти замуж. По закону, все как положено. А оказывается нет. Надо бы на тебе родиться свыше. Это учитель Израилев. Второе, частная беседа с Никодимом. И он мыслит категориями обычных мирских людей. Что я должен в утробу матери войти, а потом родиться. Ну, явно не суратился, говорит. Ну, а по-другому никогда никто не понимал. Вариаций-то вообще никаких нет. Это один вариант. Родиться, значит, определенный вход, определенный выход. А Господь говорит, свыше. И далее это разъяснение будет идти столетиями. Вы сегодня спросите. Вот люди у нас даже выходят из храма. Вы думаете, каждый ответит. Самое большое, что могут сказать, это крещение. А крещение это завершающий акт. Рождение начинается с того, что люди должны признать себя грешниками, падшими, погибшими, безвозвратно погибшими. Люди говорят, ну, я молился, и Бог простил. Я беседовал. Ночевали в доме Мулы. Это как, по-нашему сказать, священник. Вы, мусульман, вы верите, что возмездие за грех смерть соглашаются все? А как выйти из этого? Ну, творить добро. Ну, его арестовали сегодня. Вчера он убил человека, сегодня арестовали его. И наутро завтра казнят. Какие добрые дела он будет делать? Он земли даже не видит. Он колпак на голове. Не знает. Кто-то должен взять на себя вину. Вот привыкли. Бог прощает. Там Аллах назовут по-другому. Бог никому ничего не прощает за так. Просто взять и просить. Этого нету. Не было и нет. Все до единого, умершие до Христа, пошли в преисподние места. Не вошел ни один, ни Давид, ни Соломон. Никто. Повторяю, никто. Ян Креститель тоже сошел. Как говорит, ад затрещал. Но по-другому никак. Надо, чтобы кто-то умер за этот грех. А этот кто-то должен быть сам безгрешен. А таких на земле нету. Опять тупик. И вот теперь по-новому мыслить мы должны понять. Бог прощает нам за искупительную жертву Иисуса Христа. Не за то, что ты барана зарезал или в милостыню подал. Или молился много. За жертву Иисуса Христа. Раньше самое страшное было смерть. И вдруг считаем. Для меня жизнь Христос. А смерть приобретение. Потому что жизнь Христос, можем говорить, и не жить. Христос, значит, во всем ступни, где Христа прошли, кровавый след, ступай туда. В сторону тут тебя сатана будет грабить и обдирать. Люди-то как понимали. Мы евреи, мы избранные. В 2896 нации насчитывалось. Мы единственные, которые Бог избрал. Они мысли другой не допускали. И главное это храм. И вдруг Господь говорит, не останется камня на камне. Когда говорится о вечности, Иоанн говорит, и храма я там не видел, ибо храм Господь. Ну, милосту не подавать. Хорошо подать много. И вдруг Господь и это разрушает. Вдова, положившая стоимость булки своей, хлеба, положила больше всех миллиардеров. Бог смотрит не на то, что ты даешь, а что остается у тебя после этого. Что-то оторвал от своего я. И когда мы начинаем смотреть по Евангелию и видим, его никто не понимал. Но обрезание, это главное обрезание. А суббота? А теперь, а что выше? Вот рождается человек, прямо говорится, восьмой день должен быть обрезан. А для чего обрезан-то? Что-то лишнее у него там есть. Обрезание? И только святые отцы дали толкование. Обрезание от греховных дел. А обрезание указывало на рождение Иисуса Христа и на крещение. Колоссиным 2 глава, 11 стих. В нем жизнь, в нем воскресение, в нем ощущение. Во Христа крестившийся, во Христа облегся. Все творю новое. Слово «а я» означает противоположное. Люби ближнего, не надеть врага. А я говорю вам в другом направлении, любите врагов ваших. Прощать я могу. Мне Бог дал силу, благодать Духа Святого. Но любить, вы знаете, как это непросто. Не просто, а любить. А любовь жертвовать всем. И ради врага. Да. Почему Затаус говорит, когда молитесь? В первую очередь помяните врагов. Я долго думал, а почему в первую очередь? Да потому что пока до другого дойдешь, враг может убить тебя. Вот и весь ответ. Хорошо человеку не касаться женщины. А как? Слушай внимательно. Не прелюбодействуй. А я говорю вам. Кто смотрит с вожделением, уже прелюбодействовал. Согрешил против души. Потому что от помысла рождается пожелание. Итак, я творю все новое. Если мы пришли в храм и заботимся о храме, и украшаем его, тем более даже вы храм Бога Живого. Евреи вообще не слышали этого. Вы украшайте этот храм. Апостол Павел, когда в Ариапаге свидетельствовал Афиняне, люди набожные, он увидел неведомого Бога приносят. И стал говорить о Спасителе Христе и о Воскресении. Они, говорит, проповедуют Божество. Он об одном Христе говорил. Откуда? У них Воскресение означает Анастасиус. Анастасия, они подумали, что это богиня какая-то. Понятия вообще Воскресения никакого не было. И где находятся люди после смерти, тоже неизвестно. Царство Небесное, конечно, это хорошо. А что хорошо? Как посмотреть? Царствие Божие внутрь вас. И ты скажи, не где-то, а во мне. А есть ли это там? Царствие Божие, это не пища и питье, когда все в достатке и все пью и ем. Нет. Но радость во Святом Духе, праведность, мир, все во Святом Духе. Вот триада, которую нужно принять. Рассматривая все творение Ветхого Завета, мы должны сегодня быть очень внимательными. Вот в Ветхом Завете было злословище отца и мать смертью умрет. Какой закон строгий. А сегодня на каждом шагу сквернословят матерное, и никто никого не наказывает. Оказывается, все в силе. Господь угрожает уже не смертью от меча, а вечными муками. Намного страшнее, намного больше. И когда говорится, все творю все новое, нужно, начиная от рождения до самой смерти, пересмотреть биографию свою. А как это было? А в этом я усмотрел или нет? Вся жизнь оказалась из притчи. Вышел сеять и сеять. Да кто этого не знает как? А оно на четырех категорий, опять же, души. Кто обратится? Женщина стряпает каждый день. Царство небесное, подобно закваске, которую взяла женщина, положила в три меры муки, как хорошо запоминается все. И куда она ни поверни, всюду везде. А я говорю вам, творю все новое. И вот это все новое окружает нас. Оно поднимает нас. Оно заставляет быть похожими на Христа. Будьте святы, как я свят. И вот задали бы нам вопрос. Скажи, ты жизнь сколько прожил? Ты видел людей, которые святы, как Господь Бог? Будьте святы, как я свят. А зачем тогда и говорить, если такого нет? А планка так поднята. И на меньшее Бог не соглашается. И когда говорим о любви, то она выражается у нас каким-то одним поступком. А здесь как? Возлюби Господа Бога твоего всем умом. А дальше, нам надо развивать и больше Христа любить. Дальше. Всей крепостью. Значит, крепость нужно увеличивать и посвящать для Господа. И всей душою твоею. На меньшее Господь не согласен. Потому что Он для нас отдал все. И умер на кресте. Раньше, если человека арестовывали, как страдали иудеи, они знали, они будут господами в мире. Все цари мира принесут им дары. И вдруг обстановка изменяется. Апостолов, евреев бьют, и они радуются, что удостоились пострадать за Христа. Когда считаешь, житие святых даже невероятно. Какие муки терпела святая Екатерина, Варвара. Это невозможно представить даже себе. Меня исследовал один человек высокого звания, Моисей Ааронович. Когда проверяли, судить или в дурдоме держать. И он задал вопрос. Скажите, а чей подвиг выше? Варвара Екатерина или Зоя Космодельянская? Вы не думайте, что это простой вопрос. Этого человека долго ждали из Москвы. Пока он приехал. Я не знаю, с кем он беседовал. Нет, но меня сразу вызвали к нему. Он уже знает, какой ответ. Конечно, Екатерина. Я говорю, нет. Зоя Космодельянская выше. А почему? Потому что Екатерина, Варвара знали. Каждый пальчик, грудь, что отрезали у них. Все вернется на место. Как 7 глава 2 книга Маковейской говорит. Сын мой, тебя казнят. Ты все получишь обратно. А эта умирала, ничего нет перед нею. Она уходила навсегда из этого света. Ни родных, ни мать, никого она не увидит. Поэтому в ее человеческом понимании подвиг выше. Да, я не ожидал такого ответа. Вот. Мы должны понимать. Мы идем на все страдания, только потому, что это увенчается. И Бог вознаградит. И что ты, если не понимаешь, спроси, а как в Новом Завете на это смотреть? В Новом Завете смотреть глазами, которые Господь нам дал одухотворенными. Итак, просите хлеба. И вместо хлеба Бог не даст камень. Если просите рыбы, измирь не даст. А дальше говорит, если яйцо просишь, то скорпиона не даст. Ну, кажется, понятно. Но дальше говорится. Итак, просящий получит Духа Святого. Да, Духа Святого речи даже там не было. Оказывается, в хлебе, который тебе Бог дает каждый день на стол, Дух Святой по милости, по благодати, долготерпению дает. И все остальное от Него. Если мы обновленными глазами на все будем смотреть, то мы будем смотреть на всех инощей. Вот написано, евреи, это самые умные. Все места заняли. Везде в государствах, везде евреи. Трамп там еврей. А то смотрят медведев, у нас евреи. Жены еврейки. То другое. Но если они не знают Бога. А Господь, когда пришел, и пришел к погибшим овцам Израиля. И мы должны этими глазами смотреть, людям возвещать и евреям, и всем. Христос пришел, Христос возлюбил, Он умер за нас. И этими глазами, обновленными Священным Писанием, мы будем страшиться смотреть на грех. Иногда ставят вопрос. Я долго преподавал в университетах Слово Божие. И вот. А почему так? Сейчас мне один пишет. У нас в селении два храма. Ну, молитвенный дом баптистов. И православные, если строят что-то, то неправославных называют, вызывают абаптистов. Работают техники. Ремонтируют машину, что-то. Почему больше обращаются к ним? А сами-то православные. Ответ один. А они очищены через Слово, которое я проповедовал. Да, они не подняли церковь. Да, у них опасное состояние. Вне церкви нет спасения. Но они любят Слово Божие. Мы нигде в Библии не находим, что Христос сказал, стой на месте на одном и считай, а капельсты нигде нет. Вот оно, идите по всему миру. Для монашества нет ни одного дня. Я не выдумываю. Господь указания дал. Идите и проповедуйте. Так уже все знают. Почти 4 миллиарда под боком у нас Китай и Индия. И там знают немного еще. Ну, несколько миллионов. А речь идет о миллиардах. Ну, мы туда не можем пойти. Но соседу сказать, но родственнику позвонить. Но собраться, позаниматься, насытиться и другим возвести. Тем более, сегодня такой массовый, может быть, охват. Мне каждый день приходится заниматься этим. Нынче, видели, крещение было. 10 человек и девочки. Все до одного пришли через интернет. И откуда были? Из Ливана. Государство-то не рядом. Из Германии. Повезли книги и тут же отправили в Австрию. Я уже получаю ответы оттуда. Они побыли здесь, как во сне, говорят. Как один день пролетели. Мы ничего им не оказали особого. А люди говорят, мы такой любви нигде не видели. Это люди о нас говорят. Давайте будем соответствовать тому, что люди увидели здесь. Итак, рожденный от Бога не грешит. Господь, рожденный от Бога, через Слово Его, не может грешить. Не может. Первое послание Иоанна, 3 глава 8 стих. Это настолько для нас странно. Но это высшая точка. И мы даже каждого, которые у нас близки, сказать, смотри за мной. Где-то что-то я не так сделаю. А не так. Слово сделал какое-то, ну, замещание или что. Да ты мне и не друг. Да помилуй нас Господь. Пусть в нас сотворится все новое, чистое, святое, вечное. Христово. Аллилуйя. Аминь.